всем доброе утро друзья 2 октября мы на канале породные куры в оренбурге меня зовут вадим вот поскольку вчера я уже вам показал не молодежь а взрослую птицу сегодня решил продолжить эту тему что из прошлогодних кур какие остались у меня на зиму на новый инкубационный сезон вот здесь 14 пушкинских кур все прошлогодние активная линька от весь двор вперед несмотря на то что я каждый день сгребаю вот и утром уберусь и сгребаю но все согрести в траве невозможно вот ответить некоторые более-менее перелиняли некоторые сильно линяют а некоторые вот еще только-только-только начинают вот но в любом случае скоро это все закончится но хочу отметить то что несмотря на активную линьку куры несутся и яйцо довольно таки крупное вот значит 14 пушкинских тут курочек 4 царскосельских вот тоже девки линяет вот уже у них почти почти все вот четвертая вот петух остался с ними прошлогодний с царскосельскими пятая курочка которая была я ее убрал она была двухлетняя то есть и пошел уже третий год я ее убрал значит этим курочкам год и этим всем пушкинским год четыре петушка который у нас на на экране это все этого года петушки но вот этот недоносок я уберу просто он остался жив я его не убрал всех этих ровесников мы уже прибрали этот ну он видите там рубить нечего поэтому ходит пока вот а те три останутся на работу к нам то есть будут в семьях как я их распределю я еще не решил это все три молодые петуха старого петуха я убрал в предыдущих видео я как-то показал что петуха одного старого оставлю вот снеслась выходит хотя утро девятый час вот уже снеслась идет вот ну я его убрал из-за того что он очень кипишной невозможно даже во двор выйти вот было как выходишь он уже летает орет и куры за ним а как я всегда отмечаю что спокойствие в семье зависит от петуха спокойный петух и куры с ним спокойно себя ведут а это вот ладно летом тут по двору бегает а зимой в вольер как войти туда в клетку кой накормишь кой берешься все на нервах летает кричит и куры с ним летают стрессуют поэтому хотя хороший был петух хороший оплот был я его убрал оставил вот трех молодых значит он тот вот этот недоносок не считаем и 2 вот или сделаю по одному петуху в семью две семьи буду делать пушкинских там еще молодки добавлю 14 старых и там есть пять молодок но одна мне не нравится может быть от 4 молодки и тут 14 18 по 9 курочек но одного может быть миксу выпущу вот так пока их не придумал вот наверное там по погоде уж на свеч не ели похолодание наверное концу недели буду делить их по семям вот чтобы уже молодежь подпустить было куда пустить сюда в сарае пока на улице там вот ответьте вот вот это пушкинская вот только-только у него вылазит новое перо вся уже белая вот значит яйцо сейчас все который собираю идет на корм цыплята мы им подмешиваю в мешанку эту дробленую по причине потому что про глистогонил вот глистогонил всех и молодняк и этих решил про глистогонить вот и значит завтра буду пропаивать второй раз вот поэтому еще почти до конца октября яйцо кушать не буду все пойдет на корм им хотя яйцо жалко крупное хорошее тут вот то что я уже сегодня собрал он ведь и вон какие есть домой не несу сразу сюда бочку вот такие вот яйца те вот этот цветной принес оттуда от миксовых это вот от царско-сельской вот такие а тут вот на ранее вот сюда это вот купил корм две тонны то на 600 корма купилась вот так короче яйцо все идет на корм значит про глистогонил обработал от всяких паразитов кровососущих два раза первый раз опрыскивала ловил каждую курицу короче не знаю получится у меня там делал немножко видео просила жену но это будет другой телефон не знаю получится мне оттуда взять чтобы выставить но если получится выставлю если не получится значит поверьте на слово ловил каждую курицу первый раз обрабатывал энтомозан и вот попрыгся опрыскивателем который брызгаю картошку под крылышки и в область попы там в лаку и на спинку брызгал выпускал шел за следующий и так каждую и тут и в том сарае вот а второй раз обрабатывал так так же самое дельцидом вот поэтому от всяких насекомых мы их обработали проглистогонили от коксодиоза пропаивали вот такие процедуры не заян говорил уже ну на всякий случай повторюсь вот это то что мы какие процедуры провели с ними пока не делал обзоры значит и опрыскивал их и обработал внутри сарая значит и энтомозаном этим и дельцидом и еще между этими двумя опрысканиями пробрызгал раствором белизны обыкновенной белизны с водой то есть у меня вот этот опрыскиватель шестилитровый я туда 300 грамм белизны бахнул и пробрызгал лишним я думаю не будет вот потому что убираясь подготавливая к зиме убирая там в сарае все вычищал и в гнездах подстилку все заметил что есть насекомые какие-то были но сейчас слава богу пробрызгал ничего вроде бы конечно там она есть такой старый сарай у этого легче сжечь чем обработать там все равно что-то останется но по крайней мере не 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 могу находить но они где-то там щелях там в трещинах все равно по-любому будут значит еще осталось мне побелить наверное этим займусь сегодня если вот успею вот и окурю еще вот так такие вот проводил теле телодвижения вот если получится мне выставить видео как обрабатывал кур то его выставлю а если нет то значит то значит нет я не специалист в этих вот вот у меня сейчас поменял то в одном телефоне была симка там ничего не мог подключить пишет вставьте в свой телефон теперь сюда переставил она тут мне не дает не не приложение банков не ватсап ничего не могу включить короче вот ну в канал вот вошел слава богу вот так ну все а ну на этом дворе еще у нас чего-то чтобы уже добить эту тему потом завтра пойдем на тот двор так потихонечку все начнут у нас амираукана значит тут петушок и 5 курочек солнце светит ни хрена не вижу петушок у тоже в активной леньки тоже везде перо этот не смотрите скажите тут его не видать это просто согребаю утром как кормлю так и согребаю поэтому это тот петух кто помнит может сейчас атаковать вот очень сильно линяет не даст снять вот и поэтому у него не такой красивый вид но скоро это все завершится вот тут пять курочек значит три лет отойду сейчас нападет три годовалых а две двухлетних по пока держу их потому что две черных двухлетних вот это вот и вот это а вон там дальние это та черная она годовалая и вот этот лавандовая ну и тот петька иди нападать будет собака такой вот значит несется одна лавандовая из молодежи вон там вон дальние нет да вот этот петух я забыл сказать это значит тот петух который мне подарила воля с бузулука я его оставил потому что он мне очень нравится это у нас у него там позывной председатель вот про что там говорила значит две черные двухлетний я их пока это про амирауканов я их пока оставил и наверное они останутся не наверное останутся потому что мне нечем добавить вот там молодежь как буду показывать одни петухи там если есть две курочки это одна вроде ничего одна херовенькая такая вот и вот останется значит две черных этих двухлетних одну черную оттуда однолетнюю уберу ну лавандовую одну обязательно оставлю она потому что несется и 2 черных двухлетних отнесутся остальные не несутся лавандовая по-моему она я не знаю бывает такой что когда они были маленькие ну молодые совсем я думал она будет петух она была вся похожа как петушок а вторая там кто смотрел мои видео прошлогодние говорила одна петушок один петушок и одна курочка но то она потом переделалась в курочку но яйца она ни одного не несла вот она зиму жила себя живет она какое-то получилось и не петуха не курсе не знаю бывает такой не занят вот вот такой этот этого года вот какой хозяин вот но я ее может она хоть не несется я еще для количества для красоты оставлю вот будет значит 2 лавандовых годовалых и 2 черных двухлетних там ну может там если получится еще одна курочка из молодых то будет вот так одни петухи вообще как как этот обидно как ну вот как то как как то так вот то что на этом дворе я вам показал сегодня если успею побелить побелю но мне край надо заканчивать потому что уже скоро холода потому что все затянулось связи со стройкой вот этот делал веранду и тоже делал один с дедом и потихоньку сюда руки не доходили теперь вот наверстываем ну все всем спасибо за просмотр уже разучился снимать долго не снимал до новых встреч пока пока